13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Официально он был учрежден в Сингапуре в 2000 году. В этот день традиционно миллионы волонтеров и добровольцев по всему миру проводят благотворительные проекты и марафоны. В 2020 году из-за пандемии коронавируса празднования проходят в онлайн-формате. Но, как показала практика, для доброты нет границы препятствий. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к акции и рассказать о неравнодушных жителях Неницкого округа, которые в трудную минуту протянули руку помощи и помогли сотням ребятишек справиться с тяжелыми заболеваниями. Любовь Пермякова продолжит. Лиза Михальченко уже уверенно может делать шажки. И это благодаря вам, дорогие телезрители. Историю девочки со сложным диагнозом жители НАУ узнали в 2018 году. Тогда мама Лизы Асия обратилась ко всем неравнодушным землякам с просьбой помочь в сборе средств на реабилитацию ребенка. И случилось чудо. Благодаря откликам людей необходимую сумму удалось собрать всего за несколько дней. А мама с дочкой отправились в столицу на месяц раньше планируемого срока. Вот хочется сказать, что жители Наринмара очень добрые и отзывчивые. И огромное спасибо всем, кто нам помогает и спрашивает, интересуется всегда. Нас знают в городе. Я со всеми здороваюсь. И вот с нами тоже всегда здороваются и спрашивают, как Лиза всегда, как Лиза. И я показываю, да, вот посмотрите, Лиза тоже здоровается, радуется. И еще хочется сказать, что очень много жителей, которые даже нам помогают не только материально, но и приносят вещи, приносят даже средства, с помощью которых можно проводить занятия. Именно жители Нениского округа дали шанс Лизе на полноценную жизнь. Ведь чем раньше начинается реабилитация, тем больше у деток шансов на нормальную жизнь без инвалидной коляски. Бороться с недугом ребенку помогала целая бригада врачей Московского центра. Логопед, остеопат, ортопед и невролог, которые смогли поставить ее на ноги. И, конечно, усилия самой девчонки. Ведь некоторые упражнения давались ей через нестерпимую боль. Сейчас Лиза не только передвигается без помощи взрослых, но и, как большинство наринмарских ребятишек, ходит в детский сад. В коллективе ее очень любят. Ее очень любят воспитатели, ее очень любят ребята. Она, когда приходит в группу, все говорят, что у Лизы пришла, ура, со мной, пожалуйста, садись. То есть они не очень по-доброму, по-хорошему. И ей нравится ходить. У нее есть друзья в садике уже. Собирали необходимые средства для Лизы и в рамках благотворительного концерта «Добрые песни о главном». Совместный проект Дворца культуры Арктика и регионального отделения Российского Красного Креста помог десяткам ребятишек Ненецкого округа. Последние собранные средства, которые были от концерта в прошлом году, «Добрые песни», все буквально полностью были перечислены на лечение нашего милого журавлика Варвары. То есть мы эту сумму послали, плюс еще спонсорские средства и плюс еще получены благотворительные пожертвования от физических лиц. В принципе, и организации, и общественные учреждения, и лично каждый, мне кажется, каждый практический житель поучаствовал именно в оказании помощи и на лечение детей. Все средства от продажи билетов были направлены на помощь в первую очередь детям, которые тяжело больны, а именно на их реабилитацию, лечение дорогостоящие препараты. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, концерт тоже состоится. Правда, совершить свой добрый поступок и сделать пожертвования жители Нау смогут в онлайн-формате на платформе Boom Street. За ночами было принято решение, что мы будем снимать видеоклипы, так как это единственная форма, которую можно представить в онлайне. В этом году у нас хиты нулевых, то есть всем любимые песни, любимое время, поэтому, я думаю, наши зрители не останутся равнодушными к такому репертуару, будут припевать и пританцовывать. Жаль, что не в зале, но хотя бы у себя дома. Десятый юбилейный концерт «Добрые песни о главном» пройдет в декабре. В онлайн-формате прозвучат известные хиты двухтысячных в исполнении госслужащих, депутатов, руководителей органов госвласти и предприятий, представителей общественности и сотрудников полиции. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал «Север».